снимаем трамблер перед этим я уже показывал как я его ставил сюда на место как промывал чистил то есть снимаем почему потому что мне нужно было промыть форсунки а уплотняющие колечко которые там ну или сальника как его правильно за колечко скорее всего которые ставятся на хвостовик трамблера его еще не было в наличии то есть его еще везли вот вот она это уплотнительное колечко я самому покажу стоит она это 200 не знаю сколько 290 или 280 рублей это разрежу ну посмотрите что-то на себя представляет резиновое кольцо диаметром ну пусть 4 миллиметра все 280 290 рублей это на март 2017 года куда мы катимся ладно вот из-за него мне надо снять трамблер чтобы поставить на место колечко ну и вот здесь вот эта прокладка как бы испорчена придется мне загерметизировать так чтобы снять нам трамблер нужно отсоединить его сначала вот этот вот разъем отключить отсоединить вот он вот этот разъем как бы встроен в этот распределитель а в него уже вот видно вот то в него входит другой разъем попробуем сначала снимается вверх уже снимал конечно сейчас на тверточку так нажимаем в это место и отвертка его немножко вверх разъем я имею ввиду все его сорвал теперь вот так вот вот он видите 66 контактов 6 у вас не 6 8 8 выводов в сторонку руку теперь нам нужно открутить два болта один вот с этой стороны один там он но он есть вон он он второй сейчас я их откручу болты откручены с этой стороны с той стороны теперь так вот подшевеливая немножечко тюк 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 вот он наш трамблер мы его вытащили и забыл я снять эти наконечники свечные мне потому что свечки придется проверять так все это вытащили так вытащили все трамблер можно трамблер можно вести для работы вот так вот она здесь она конечно расплюснутая немножко как бы смотрится потолще мне нужно в первую очередь его поменять сейчас я это сделаю беру обыкновенное шило сапожное и пытаюсь его позанавить и сломалась как только я его трону вот она сразу и сломалась потому что она высохла он ведь и видите что случилось с кольцом уплотнительным надеваем протруется место надеваем место него свежее колечко так легко вращается здесь достаточно все так одну часть с распределителем выполнили теперь мне нужно вот в этой части вот в этой части видите вставить прокладку а так как прокладка вот это вот старая видите убитая даже порванная мне нужно будет это сделать при помощи герметика вот так вот так вот прежде чем уложить остатки прокладки вот на эту крышку почему я не меняю полностью прокладку залез в интернет и там каталог запчастей и в этом каталоге запчастей вот эта крышка она идет вместе с прокладкой поэтому принял решение эту прокладку посадить на герметик остатки то что не хватает части намазать тоненьким слоем ну как я например делаю крышки клапанов или в поддоне картера или в налобовине то есть это реально возможность сделать еще раз примеряю еще раз так вот в этом месте в этом месте то есть получается вот в этом месте вот тут какой-то просвет для чего него сделали конечно непонятно конструктив наверно такой ладно заодно решил почистить здесь контакты задачку контакт на бегунки который разносит искру почистил я бегунок наждачкой почистил я вот такой кусочек наждачки отрезал почистил я вот эти вот как правильно назвать вода от проводов в крышке самой внутри крышки трамблера 1 2 3 4 вот сам уголек чистить не надо потому что потому что я его просто могу сломать ли кто его начнет чистить он достаточно чистый по нему крутится но вот это место вот тоже чистое куда упирается этот уголек я его тоже трогать особо и не буду хотя вот тут вокруг видите видимо от него от времени этого уголька пыль вот вокруг села сейчас я его ее попробую протереть тоже но без наждачки здесь у меня немножко есть растворителя на щетки даже не лью просто и бумагой и бумагой протираю затру тряпочкой вроде бы чистенько тут то медная пластина тут в принципе то ничего страшного она притертая искра есть машина работает почистил думаю вот этот контакт на самом бегунке и вот эти четыре контакта 1 2 3 4 это контакт который на катушку и центральный провод как бы с него идет на уголек отсюда идет на катушку я думаю этого достаточно сейчас еще чищу продают не все теперь можно теперь можно попробовать укладывать прокладку я еще раз говорю сложность заключается в чем что прокладка старая можно сказать испорченная так испорчена если ее просто положить ничего с ней не делать она просто будет пропускать продолжать это вот направляющая как она должна ложиться чтоб не спадывала когда новую прокладку кладешь почему нету новую это конечно нонсер и вот это место вот это вот место мне надо будет пройти герметиком сейчас мы это дело посмотрим усердствовать сильно не буду самую прокладку намажу очень тонким слоем но здесь где ее нет конечно постараюсь из нее из герметика сделать этот валик достаточно толстый так сказать чтобы чтобы место так вот так вот ну и сейчас намажу и пока пока этот герметик сохнет постараюсь трамблер на место поставить так как нужно будет крутить за бегунок чтобы попасть там поводок который в распредвал вставляется вот этот вот поводок я буду вставлять и крутить его ставлю наживлю на болты за это время там за сколько пройдет ну 10-15-20 минут вот этот герметик подсохнет я его прилеплю потому что оставлять герметик без о верней трамблер без прокладки это не дело там правда должно быть где-то пространство чтобы он как-то проветривался что ли короче все это временная вера ой временное это дело так вот замазать на герметик надо искать прокладку пока вы их прокладки нет поэтому я замазываю все герметиком потом конечно будет когда я сниму а вот она вот она проветриваю отверстие которое проветривается она находится вот в этом углу но прокладка идет здесь вот прокладка должна проходить а само отверстие ну вот она в трамблере так что если я вокруг обмажу все это герметиком я думаю ничего страшного не произойдет тем более что он высохнет все будет работать чики-пики как говорится как в одном из в одной из радиопередач говорили 90 ну вот вроде как намазал видите она еще сыроватая я сейчас буду устанавливать буду устанавливать трамблер на свое место а потом уже там на месте одену крышку как устанавливал трамблер я показывал выше вот вытащив трамблер хочу еще раз показать без прокладки вернее с плохой прокладкой насколько она пусть полчаса поработала видите уже подтеки масла пошли то есть вот это все шло отсюда из трамблера за этой вот резинки про которую я рассказывал только что сейчас придется мне здесь все вытереть ну и ставить на место натираем это место очищал несколько часов и опять масло полилось потому что не было прокладки и сверху вот этой резинки которую новую установил смазал моторным маслом потому что ну плохо идет она не смазана так 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 нас вот так становится да смотрю по бегунку устанавливаю его примерно примерно так вот так вот с маслицем сразу стало все стало сейчас будем наживлять и ставить крышку еще раз показываю поставил я вот она прорезь и примерно посредине когда все в машине нормально она вот так и выставляется то есть надо никуда ее смещать сейчас я сюда заверну болт с этой стороны и с той стороны как немножко подтянули теперь второй болтик уже наживляем руки он идет хорошо до конца вот 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 подтянули здесь подтянули все еще будем одевать крышку которая намазана была герметиком типа реставрирован все примерно прицелились тут направляющие и сейчас очень аккуратно ничего не задевая ставим на место крышечку опачки получилось я ее поставил кверх ногами надо же я не думал что трамблер может стать кверх ногами ё-моё зря получается мазал много неправильно я поставил немного много перевернул кверх ногами работать конечно будет вот видите что получилось то есть все на смарку да ё-моё вот это я лошара ну что придется переделывать как пособие как не нужно делать то есть я меня вот эту прокладку и полностью все свое внимание переключил на то чтобы она зашла туда а то что у меня должно быть на трамблере вверх вот этот разъем я даже и в мыслях у меня не было что если я переверну его на 180 градусов сам трамблер не бегунок а сам трамблер и что у меня все подойдет ну вот так бывает поэтому смотрите внимательно когда будете устанавливать трамблер на место очень внимательно смотрите иначе придется вот так же как мне делать два раза то есть разбирать и собирать хотя если прокладка была целая ничего в этом страшного нету разобрать собрать ввиду того что прокладка не целая стала на место встала на место но это еще ничего не значит потому что мне нужно здесь вот поставить на место крышку которая уже один раз поставил мне герметик отпечатался сейчас пойду еще раз намажу или мы на место трамблер вот уж насколько опять все то же самое нажимаем болты конечно можно было бы видео снимать и вот этого всего не показывает как я ошибся но я умышленно показываю чтобы люди которые устанавливают эти трамблеры ну не эти другие трамблеры внимательно смотрели вот это вот разъем должен быть вверх потому что я обратил внимание еще раз говорю на колечко смазала его маслом чтоб она зашло более-менее легко а вот этот проект уже было даже уже четвертый или пятый раз вот только сейчас его устанавливают видите как вверх ногами взял установил ну это вот видимо проведение то есть чтобы другим людям назидание было которые будут смотреть это видео нужно очень внимательно смотреть его ну да смотреть трамблер или распределить зажигание как устанавливается потому что казалось бы простая процедура а видите требует везде требуется внимание еще раз говорю вот это вот при залипуха на герметик она временная мера потому что пока нет прокладки а прокладки в каталоге нет может где-то на бушной запчасти что-то найдется ну куда деваться без прокладки совсем нельзя поэтому я ставлю на герметик крышку трамблера еще раз показываю это я уже второй раз намазал и буду устанавливать опять очень аккуратно немат не замазав не бегунок стараться не внутренности никакие так она у меня раз и встала так ну ка посмотрю 10 10 как раз почему-то почему-то щель вот здесь образовывается внизу вот эти болтики которые сверху легко закручивается любой отверткой вот раз второй болтик между проводов закрутил поджал а вот внизу только короткой отверткой потому что она просто не влезет сюда так ну и вот этот вот вот это вот щель это щель вот это вот щель придется замазать сверху герметиком так не должно быть замазываем этот щель нехорошая еще раз говорю не по душе мне это дело куда деваться все тут будем когда высохнуть аппетит это 9 laughs да